Вперёд у Вилджиниасес, посмотрим Тим Левиафан, чем ответит на это дело Будет ли это пятёрка, либо всё же действительно тоже фармить Эта Змеюка отправится Джекирос для Тим Левиафана в качестве саппорта пятой позиции Судя по всему, хотя мы видели и Медового Джекира Мы видели и Хардлейн Джекира Так что вот так вот сходу, наверное Пока не стоит браться с словами о том, что это Пятёрка Ну, в общем и целом, посмотрим, куда пойдёт Джекирос в Миде против Пака сложно будет стоять Потому что Пак просто будет Liquid Fire вейдить через Shift И там не нанесёшь нужного количества урона Хотя под Найт Сталкером там такой тикающий противный урон И Пак будет получать, что может где-то отъедет невзначай Но это если Медовый Джекирос Если в Хардлинию Двуглавый Дракон у нас отправится То при поддержке Найт Сталкера он там, наверное, сможет даже Вполне себе комфортно стоять Так что вариант такой тоже отметать сразу не стоит Опять же мы понимаем, что если на пятой позиции Джекира То он совершенно бесполезный И артефактов у него чаще всего никаких не появляется очень долго И, ну, только за счёт скиллов он может как-то вытягивать А если у него там минутки на двадцатый Есть уже, например, Юл Форстав или Юл Глимер Кейп То это уже совсем другое дело Он и в соло может урон приличный наносить И как-то подсейвить союзников может В общем, ну, такой намного более играбельный персонаж становится Ну и Андерлорд для Evil Geniuses Опять же Чуть, что Свена здесь можно увидеть И, скорее всего, тем Левиафан будет его банить Потому что под Андерлордом можно побить Под Битов Мелис Под ультой Пака Под ультой Дизраптора И всё это так классно для Свена Которому и бегать-то особо не надо Все спокойно стоят, никуда не уходят Так что, вот я думаю, что пятым баном должны Левиафан именно этого героя Из возможности для пика противника убирать Потому что тут Ну, могут напороться на очень серьёзную такую связку Со Свеном мы и видели, как Evil Geniuses играют И не уверен, что Левиафан хотят ещё раз такого повторить А сами забирают себе Умни Найт Вот, кстати, интересно Интересно Умни Найт, который может и Треки сбрасывать И, в принципе, против Дизраптора И Бака неплох Ну, и физический урон пока тут никто не наносит Так что, наверное А этот Омник, кстати, куда? Если Джакир пятёрка Найт Талкер четвёрка То это Омник в мид Или фармящий, может быть Или хардлиния вместе с Джакиросом Тут, кстати, появляется много различных опций У Левиафан как раз ставить персонажей И прям интересненько Плюс Свен, понятное дело, не очень любит бить людей под Гвардиан Энджелом А Свену Диффюжл Блейд собирать Ну, тут не поймешь вместо чего И куда его вклинить в тот айтем билд, который предпочитает вообще этот персонаж для себя выбирать Другие персонажи, которые могут собрать здесь Диффуза С одной стороны, наверное, Баунти Хантер Ну, он будет Вечность до этого артефакта фармить Андерлорд Ну, у него там есть поприоритетнее предметы тоже Так что, Омник здесь неплохой выбор И какого-то теперь комбинированного Возможно, Кора нужно брать и Вилджиниуса Чтобы он и магии мог и с руки Первым приходит в голову, наверное, Лина Но с Линой вот сейчас только что не очень получилось И как-то, наверное, не очень хочется еще раз так делать И вот Джинниса снайпера убирают Ну и Левиафан Захотят ли они вбанить Свена после того, что они взяли Омни Найта Лондруиды, кстати, решают убрать Ну, как вариант, тоже неплохо Лондруид мог бы здесь появиться Лондруид тоже любит грызть Прямо вот так вот входить в кого-то И начинать его дамажить Лондруиды бывают разные Видели мы и через Радианс на Мишке Малом Видели мы и через сборку в Райт Клик от самого Лондруида В общем, в целом Мог бы, наверное, здесь зайти Ну, немножко жадно, наверное, против Найта Сталкера Тут как бы виноват на стороне Сталкера Джакира Это тройки персонажей, которые раскрываются рано достаточно Они и большое количество урон наносят Я уверен, что здесь должен быть Вейл от Виномантера или Бальджикероса В зависимости от того, какая позиция на них будет И тут можно очень рано инициировать драки А кто будет драться рано у Вилджиниосес? Баунти Хантер? Да нет, он бесполезен Пак Дизраптор? Ну, более-менее Левиафан Урсу себе забирают Хм А есть ли тут против Урса такое универсальное решение какое-то? Можно, конечно, условного Вайпера попытаться в мид взять Чтобы Урсу контролить, и тот не бегал Но в мид, возможно, пак отправится Ну, невозможно, а точно должен отправляться в мид пак Андрилорд в харду БХ-четверка, незавтра пятерка И вот сейчас Кэрри для Вилджиниосес И там времени совсем немного, кстати, осталось Для того, чтобы этого Кэрри себе выбрать Кто будет настолько хорош, чтобы... В принципе, пик-то у Левиафанов хороший Реально... Ну, вот это грязненько Это интересно будет посмотреть Опять же, Урсу контролить под Репеллом Ну, как-то и нечем особо А сам этот Урсу может наваливать Аркварден, фармящий, это интересно Это интересно, и это может как-то останавливать Урсу Потому что Аркварденов два Один постоянно где-то сплит пушит И, в принципе, намечается такая игра-то плотная Ну что ж Ваши ставки, господа Кто выйдет победителем из этого противостояния Смогут ли Вилджиниосес на классе своего оппонента Как-то обыграть Либо такой вот интересный Как мне кажется, достаточно продуманный пик От Левиафан сможет затащить Тут Урса в мид Омник в харду Виномансер фармить Пятерка Джекирос Четверка Найтсталкер Это, соответственно, Силы Тьмы У Сил Света Четверка БХ В мид пак Пятерка Дизраптор В харду Андерлорд И фармить будет Арквардом Вот такие лейнинги будут Понятное дело, что Можно Надеяться, что кто-то Свапнет линии И мы увидим какой-то Оффенсив Трипл Лейн В харде Ну, посмотрим, как это будет все работать Пока выглядит очень интересно Ну что ж, посмотрим Посмотрим, как это все будет происходить в самой игре Пока же давайте представлю составы играющих коллективов Я думаю, вы уже успели их запомнить Но в любом случае На паке будет играть Сумаил Аркварден под контролем Артизи Андерлорд Юниверс Дизраптор Фьер И Баунти Хандер Крит Команда Ивил Джинниас Силы Света Ну и погнали дальше Бэст Дж играет у нас на Виномансере Омни Найт Манкис Форевер Джакира Мастер Кинчира Найт Сталкер Нью Шай Урса Сэмми Бой Команда Левиафан Силы Тьмы Ну и сразу Сразу, что здесь может происходить Видим Крита Который пошел скаутить территорию В надежде здесь кого-то отыскать У того есть два опса Два Сентри Должен на псом, я так понимаю Находить сейчас БСЖ Да Понимать, что пока здесь только один персонаж А тут будет попытка кого-то цеплять Войт и Долбриз В принципе Достаточно серьезное замедление Там какой-то дальше Может пойти Пьюрификейшн Или чтобы догнать вообще Дигенауру себе вкачает Умни Найт Ну в таком случае будет невероятно тяжело Правда дальше что-то делать Ой, но Но так разве делают? Видно? Видно Ну Да Папи пауза Тактическая Сори, ребята У нас дисконнект Ну ладно Ладно Спрашивают Какие-нибудь урсы Снизу? Не, не Ни одной урсы здесь нету Так, ну что ж Ну, скорее всего Будет Архварден уходить Потому что Не такой большой радиус У Войда Унишая Так Ну и посмотрим Что здесь будет происходить Ну, Архварден уже развернулся Архварден уже Давайте сделаем так Как будто он не видит нас Архварден уже развернулся Его, скорее всего Здесь Не Не достать Соответственно Будут ли пытаться Как-то агрессировать В итоге Сами Ивол Джениус На верхнюю руну Понимая, что Большое количество Персонажей Противника И находится на нижней Здесь интересно Опять же Андерлорд Вполне может Как-то Попробовать Отжать руну Виномальсера Вряд ли Какой-то серьезный Потребуется Какие-то действия Для него Так Ну А здесь Ну, конечно Забавная ситуация Получилась Андерлорд сразу Показывает Что он будет Себе делать Тут Без особых проблем Юниверс будет Выходить В Всякие Тапочки Всякие Солринги Худы И прочее 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 Нишай Ну, да Тут Даже не стали Заморачиваться С попытками Как-то Зацепить Артизи Ну И хотят ли они Руну здесь Отжимать Тут уже Баунти Хантер Рядом Это 3 на 3 Тут может быть Нишай В итоге БХ Встает на руне И Не забирает ее В итоге Три руны Для команды Левиафан Ну В принципе Почему бы и нет В миде Урса Блочит Крепочков Вот Урса Против Пака Как это будет Работать Плюс Мы понимаем Что пока Кстати Джекирос Перемещается Сюда Может попробовать Откинуть По БХ Например Какой-то Ликвид Файр А у него Долл Бриз Ну тоже Неплохо Ну Наверное Стоит Больше Ждать Перемещение Здесь От Найт Сталкер Понятное Дело Крит Кстати Курицу Мог бы Как-то Подрезать Но В итоге Не стал Заморачиваться И просто Решил Потыкать Немножко Самибоя Здесь Ну а Урси Будет тяжело Против Двух Персонажей Достоять Тут Отхил Никакого Не хватит Снизу Агрессия Пошла По Дизраптору Ну тут Артизи Артизи Не даст Обида Своего Саппорта Наваляли Еще Пнюшаю Но Сам Аркварден Пока еще Не знает Что он Хочет От этой Жизни Ничего Еще себе Не вкачал Скиллпоинт Открытый Пытаются Дать Начальный Разгон Не на это Судя по всему Потому что Найт Сталкер Прям плотно Здесь стоит Особо никуда Не хочет Уходить В миде Правда За счет Этого Проседает Достаточно Серьезная Урса Мы видим 5-6 У Сумаила При этом Только 2-0 На Урсе Мы понимаем Что этот персонаж В мидгейме Сможет Сноуболиться Сможет Восстановить Себе Фарм За счет Фрагов Которые будет Делать Опять же Там С поддержкой Какого-то Одного персонажа С даггера Прыгаешь И наваливаешь В принципе Здесь есть Кого убивать Но В принципе Самибою Очень Неприятно Пока здесь Находиться И как-то Нужно Что-то С этим Делать А делать С этим Что-то Может Вот этот Парень Который Пока стоит И мешает Фармить Артизию И в принципе Мы видим Что вполне Успешно 4-0 Всего лишь У Арквардена При этом 7-0 У Мнинайта Который Вроде как В харде Ну а Что по фарму Здесь У Виномальца Виномальца Р-8-1 Но С этой линией Прогнать Андерлорда Очень тяжело Опять же Пока урона Не хватает Никакого Андерлорд Жутко плотный И Как-то Вообще Не ощущает Особого Присутствия Противников На этой линии Не заморачиваясь Фармить Все что только Может В миде Улкса Проседает С отарбы Но Пока Не стал Балантихантер Туда раскрываться Перемещается На нижнюю линию Возможно Кстати Получится Кого-то Забрать Здесь Тут Спаркрейсы Уже пошли Ну так По крепочкам Пока что В большей степени Ну неприятно В принципе Флюкс еще есть Так что Можно попытаться Кого-то Зацепить Но тут Нету Репела Еще пока Нету Репела И Крит Под Руной Волшебства Перемещается Вниз Хотят убить здесь Омни Найт Раскрывается По Омни Найту С дженатки Омник Пытается подхилиться Как-то Нету Все еще Репела И скорее всего Может подъехать Здесь Да Это Ферзблат В исполнении Evil Geniuses Можно попробовать Конечно еще и По Нишаю Как-то Отреляться Но тут Уже Под защитой Собственной вышки Находится А в миде Оказавшись Один на один С паком Все же Несколько Потихонечку Начинают налаживаться Дела Урсы Понятное дело Что против пака Все равно Здесь не очень Приятно стоять Но в общем и целом Нормально Есть кстати Перемещение Джекироса Тут был потрачен Уже Шифт Новый есть Зайвыдел Ну такой Развод на шифт Не очень Вредом тут же Уходит отсюда Джекира Ну судя по всему На стаки Делать стаки Может два Сделать одновременно На 54 Куда-то сюда Закинуть На 53 Сюда закинуть В итоге Только один Решается сделать Нам сложно Через Дуалбриз Делать вот этот стак Потому что там Замедление по крипам И они просто могут Не выйти Из Своего Битали Еще настолько далеко Насколько надо Самибой проверил Верхнюю руну Понял что там Ни черта нет А вот снизу Снизу все хорошо Снизу дабл дэмэдж Для пака Который отпивается С бутылки И пополняет Ее заново Здесь мастер Кенчира Немножко начинает Проседать от БХ Питов Мелис Имеется Фаерсторм тоже пошел Очень много урона Под Джекиросом И скорее всего Здесь я должен Отъезжать Джекира Вряд ли Как-то получится У него Да Выжить Своей Секирой Или что это Такое Прикончил Дракона Ну пока Начало игры Полностью за Evil Genesis Они в принципе На всех линиях Ощущают себя Очень неплохо Тут Night Stalker И Пятая минута А он еще С линии даже Ни разу не вышел Не совсем Обычное поведение На Саппорте Ромящего плана Но сейчас У него ТП есть Спаркрейс Мы его Правда Здесь Нашли Войт Будет ли Или нет Флюхс Войт По фиру Фир Очень больно Ему Фир в таверне Фир в таверне На развороте Здесь настреляли Неплохо Но есть еще И Джекирос Рядом Можно попробовать Сейчас еще раз Синициировать Главное Как-то Джекира Не показываться На линии Ставится Обновляется Ну и Шай Хотят Хотят убить Арквардена Вижена Под Джекира По-моему Не должно было быть Если он только Вот по этому Ворду не прошелся Там на топе Виномальсеру Невероятно больно Но пока выживает БСД Найт Сталкер Попытка Была зацепить Курьера Судя по всему Но тот На хосте был Поэтому Без шансов А вот в миде Пока можно было бы Забрать Четвертого уровня Правда На Исталкере нету Зато Инвиз Снизу заспаунился Опять же Если как-то Получить Четвертый уровень Забрать Инвиз И выйти в пака То будет круто Но Инвиз В итоге Джекирос Забирает Вижена Тут нету На все это дело Пошли Агрессировать По Арквардену Пока его не находят Но должны понимать Что он здесь Должны понимать Что Артизи здесь Вот он Ну и нужен Сейв какой-то Сейчас Мансит Выходит На линию Но тут уже есть Джекира Тут уже есть Джекира Не должны отпускать Артизи Есть перемещение От пака Пак хочет фрага Пак хочет смерти Противников Дримкуэл по-дроим Можно просто разрывать Дримкуэл Пытаться уходить Отсюда Сайланс Пошел по паку Пытается убить Найт Сталкера Паку тоже решили Навешать здесь Пак-то очень больно На самом деле Очередной прокаст От Сумаила Есть один фраг Но догорать Сумаил Наверное здесь не должен ТП Нет Покупает пока не ТП Покупает пока себе Глоссов хейст На самом деле Если сейчас Джекира Его найдет А Джекира его найдет Но не успевает Вовремя Отдать прокаст Ну очень долгая анимация Да И Джекира скорее всего Просто отъедет Хотя подсейвил Здесь Манкис Форевер Попытка дальше затыкать Джекироса Есть фраг А тут теперь Ему не на это Надо уходить Есть правда рядом Ньюшай Пак на развороте У вас пилодать Сайланс Но все равно погиб Артизи Тут тоже может отъехать Тут Дагеналеров 2 Тут сейчас будет вой Через буквально секундочку Очередной Спарк в рейс полетел Флюкс Но Флюкс не носит Руна особо серьезного И это дабл киев Для Манкис Форевера Который через Солринг Просто перификейшн Очередной в лицо Отдал Пуарк Вардену И хорошо разменялись Здесь и левиафаны А в это время Мы видим Что и Урса Ощутив Слабину Здесь стоит Жалкий Дизраптор Против него И Подфармил Тоже знатно Урса 40 на 6 имеет В принципе Не сильно отставая От того же пака Который там Конечно фраг сделал Но и помер сам тоже Радианс Боттум-тавер Ну и Урса продолжает Всякие Такие самые начальные Артефакты Покупать Уплотняться Для того чтобы Если вдруг Какая-то на него Агрессия пойдет Он жил долго А вот агрессия пошла Глин С второго уровня Есть Не хватает Правда маны На Кенетик Филд И Эфир может тут отъехать Еще одну тычку нужно сделать Но решил не идти Самый бой далеко И в итоге просто Дебау Давит отсюда Ну и правильно Там если бы он пошел Перемещение открыто И Урса не погибал Снизу здесь Строение Отправили в руины И немножко больше Пространства стало У Омни Найта Ну и Пока немножко Единственное что проседает Это Виномансер У него правда Седьмой уровень уже есть Макшины Плагварды Крит Крит Вместе с Артизи Могут забрать Здесь Виномансера Есть Дженатка Пошел Флюкс На развороте Пытается убить Баунти Хантер Очень много урона Буха вот и отъехал Отличное перемещение Вот А тут можно убить Арквардна Не не хватит урона Ну как же круто Сюда Умни Найт Подъехал И засейвил Виномансера Очень важное перемещение Очень хороший сейв Пак Будет пытаться Здесь как-то Мансить Пак Убегает Ну и остался на месте И тэп аут Хорошо кстати Развел здесь своего оппонента Смайл Но тут Урсе было не угадать Он оставался бы на месте Пак На арбу бы уходил Он бы Шел на арбу Пак тэп аут задавил Тут Урсу конечно Просто развели Джакира Кажись Приехал Что здесь делал Мастер Кинчир Не совсем понятно Следующий Спарк Врейс Он тоже получает 245 247 И третий Спарк Врейс Он тоже скорее всего получит Да вот так вот И заканчивается Жизнь двуглавого дракона Разменяли здесь Правда На Баунти Хантера Я так понимаю Что Урса Далековато зашел Правда Есть Глимс На сей раз Опять кстати Какой-то плохой Генетик Филд От Дизраптора И Можно пытаться Хороший Правда Пидов Мэрис Но Урса Убегает Урса убегает Здесь Омни Найт 4.03 Играет В плане Раскачки Скиллов Такой Супер Агрессивный Парень Попытка забрать У Пака Руну Можно как минимум Будет задинаить Так что в любом случае Паку очень тяжело Здесь есть Лев Вижен Ну отличный Сайленс Отличный Сайленс Криплинфир не успевает Дать Нью Шай Ну зато Руну заберет Неизвестительный Сайленс Неизвестительный Сайленс Неизвестительный Сайленс Я уже было похоронил Здесь БСГ Он оказался Не так просто Плавьми Левиафаны Разваливают Вышку И это уже Второе строение При этом Пока ни одним Еще не ответили Мавил Джинниус На все это дело Ну и Урса Потихонечку К Даггеру Будет здесь подходить Пытаются забрать Арк Вардена Ну ты засайленсил Одного Тебя второй Будет бить Пошел здесь Репел Артизи Пытается Замансовать Как-то Много урона Наносит В итоге может попробовать Найт Сталкера Даже убить Найт Сталкер Нет Не отъедет Запутался Немножко в Криповник Ну как же Хороший Путомник А это может быть Реально какой-нибудь Быстрый Радианс Правда Арк Варден Тоже сейчас начнет Серьезно Буститься по голде За счет Наличия у того Мидоса Опять же Много очень Арк Варден Монусов С этого Мидоса Но сами бой Будет выходить В Даггер Прям первым артефактом Минуя Часто встречающийся Владмир Ну и пока Омник Омник Творит вещи Омник Действительно Спасает Эту игру Для Левиафанов Он уже Пару персонажей Засейвил Сам очень неплох И Мидос Тоже готов Кстати Не намного Позже Чем у Арк Вардена Мы правда Понимаем Что Арк Варден С Мидоса Понятное дело Получает профита Больше Но все же И на Омнике Этот артефакт Хорош И опять же Можно в быстрый Радик Выйти все равно Манки Форевер Пока прям Неплохо Играет К слову Я так понимаю Что Левиафаны Этого игрока Себе взяли Совсем недавно Еще вчера Он числился Как замена Сегодня У него Уже есть Префикс ЛВТ До этого По-моему Дженкин сыграл За Этот коллектив Если мне память Не изменяет Ну и Минус Т2 А чем Разменивать Артизи На топе Конечно Но тут Даже смешно Говорить о том Что он наваливает По вышке Тут Крит Очень больно Он уходит Буквально На 20 хп Очень хочет Не ушать фраг Но в итоге Всеми возможными Способами Его здесь Оцепляют Минус Нишай Крит В итоге Должен выживать Но тут Дальше драка Может продолжиться Сейчас Урса приходит Пока еще без даггера Пытается улететь Отсюда Юниверс Не должно Не там 6 секунд Не должно хватать Да Минус Юниверс И крепочки Рядом Артизи Вне позиции Он все еще Клупает В верхнюю вышку Можно было бы Попробовать Т2 спушить Но пока Решили переместиться На Рошана Что тоже кстати Неплохо А Рошан Будет За счет Урсы Падать Очень быстро Не хочется Правда Наверное Тут отдать Гидру Баунти Хантеру Поэтому Какой-то Вижен Надо поставить Пак Прыгнул Есть Да Есть Сентри Тут же Спалили БХ Просветки Как таковой Наверное Нету Еще один Сентри Поставили На всякий Случай Пак Получил Войт Сайленс Не стал отдавать Найт Сталкер Очень больно Здесь может быть Урсы Там через 5 секунд Только откатывается Ультимативная За Сайленс Или Пака Прилетает сюда Андерлорд Питов Мелис По Найт Сталкеру Будет Также по Миномансеру Тот разулетился Ну и Рошан в итоге Забирает здесь Самибой Крит Должен улетать Попытка найти Юниверса Пока не увенчался Успехом Тот Питов Мелис Еще много Ну тут просто Глимсует Своего оппонента В любом случае Потеряли Найт Сталкера Забрали Эгиду Размен Как мне кажется В пользу Сил Тьмы Все равно Должен быть По графику Мы видим Что они Так вот Особо никуда Не торопятся Ну вот 2-3 тысячи Преимущество За Амбревиафанами Имеется По голде Ну и жалкие Пятихаточкам По экспе А у Пак Это тоже дела В принципе Хорошо идут Но пока Не видно его на карте То есть он Он топ-1 по фарму У него Есть Вейл ПТ Он будет выходить В Даггер Но пока Как-то серьезно Сумаэл себя На карте Проявить особо И не может Тут Урса Убивает в соло Артизи А Урса Конечно За этого Скорее всего Поплатится Но Тут еще и Насыпали нормальный Денег За Темпест Дабл В итоге Перемещение От Джакира Привело к тому Что не стали Дальше агрессировать На сами боя И даже Эгиду ему не сбили За такую наглость Омник Омник Что там Хочет себе Омник Хочет Не В одну Харю Упиваться Голдой На фармах Север Радианс А все таки Делькоматы Что-то сделают Собственно Мы видим Что у него Фастбай Мека И грифсы Но штука Неплохая Опять же И для того Чтобы реализовывать Быстрые какие-то Пуши И в целом На команду Вместе с Перификейшеном Ну нельзя сказать Что это как-то плохо И минус Еще одно строение Опять же Всего два внешних Оборонительных Остаются у нас У Вилджиниусс При том что Они по-прежнему Не забрали Еще ни одного Это очень много денег Которые стоят на карте И которые пока Вилджиниусс Не могут себе В копилку положить Но в будущем Если как-то Ситуация изменится То шансы на это будут Тут попытались Умить Урсу Урса Начал тыкать По Баунти Хантеру Даггер аут А у БХ По-прежнему Шестого-то нету Это семнадцатая минута И Баунти Хантер Без шестого уровня Ему хоть где-то Нужно Опытно получать Вот скорее всего С этой пачки Получится Тут два Ранжевых крипа Так что Крит Наконец-то Получит трек Но очень все у него плохо Он по Галдето В принципе Более-менее себя чувствует Там еще два персонажа Позади него Тут в миде В миде драка Попытка убить Хотя бы Манкис Форевер Пока не очень получается Попытка Арквардена Теперь зацепить Аркварден в итоге Не улетает Ну тут на базе Просто догорел Лол Жуть какая А это прям неприятно Потому что снизу Еще и погиб БХ И это Одиннадцать семь К Левиафанам Они сейчас еще и Строение тут могут забить Да, на топе С вышкой разобрался Андерлорд Но тут Т2 падет Может пасть Т2 Подхил очередной А то мне Найта У того уже Миканзам имеется Там и до Гривцов Тоже рукой подать Басар Кстати появился Урсы Очень неприятный Артефакт Если будет прокать Баш То там Глядишь Все очень быстро Будет заканчиваться Для противников Урса Прыгнул по криту Но не успел Никого разобрать Так чисто показал Башер свой Смотри что есть На топе Сплитит Андерлорд Но Андерлорд В соло Наверное не так Жестко будет сплитить Здесь правда Пак развлекает Достаточно серьезно Противников Плюс наконец-то Шестой уровень Баунти Хантера Тот начинает Треки развешивать Так что Левиафанам нужно Как-то очень грамотно Сейчас отойти Очень грамотно Отойти Потому что и Тос Может полететь И какой-то Дримхойл Пятерым В общем Так аккуратненько Нужно действовать Но в итоге Вроде как разошлись Миром Ну как миром Тут вышки нету И Урса Пошел Искать людей Но тут Андерлорд Тепаут Заблаговременно Уже скастовал Ну и пока Показывают Левиафану Достаточно сконцентрированную И хорошую игру Вновь Они выигрывают Начало Тут Начинают Подфармливать Стакки Эншентов Виномальсера Уже и Форстаф И Вейл Есть Опять же Подкрепив Имеющийся Магический урон У всей команды Вейлом Ты дальше Собираешь артефакты Для себя Ты дальше Выходишь В Форстаф Грейдишь его В Херикейн Пайк И в принципе Никто тебе и слова Не скажет Потому что Ты уже молодец Потому что Ты на команду Вейл собрал В принципе Так же наверное Будет действовать И Умни Найт Мы видим Что у него Уже летят грифсы Нет Пока вроде не к нему Он к Джекеросу Что-то летит Что-то может лететь Но это Я так понимаю Что Транквилы летят Наик Закончился Ну и неужели Последнюю вышку Так будут отдавать На халяву Кстати Может подставиться Виномансер Фраг на Виномансере Конечно Важен Но Тут он Как бы Чуть ли не в соло Еще может дефить А здесь строение Отдают Просто так Конечно Есть сюда перемещение Пак Пак может прыгнуть Тоже урона прилично У него в принципе имеется Здесь рядом есть крит Пак прыгнул по двоим Ну Аккуратнее нужно быть Дримкойл по четверым А Продолжение какое-то имеется Тут просто Пак это сейчас могут навалить Пашер получает Пак Он не сможет отсюда уйти Там Айспас Макропира Нет Пак успевает Все-таки вовремя Даггераут использовать Здесь забрали Нишая Уже Пытается что-то сделать Даже дальше пак Умни Найт Очень серьезно Очередной баш Минус Сумаил Один в один Крит По нему просветка Какая-нибудь нужна Да Есть просветка Минус Крит Очень неприятно А сюда даже Вообще не рыпался Даже сюда Веномансер Он понятное дело И не мог У него еще 20 секунд До телепорта Но даже в четвером Удалось в плюс Для себя подраться Левиафаном Вышку они сейчас Должны забирать В это время Аркварден Стоит на базе И только темпы с даблами Может куда-то летать И то не очень много Потому что у него по-прежнему Нету Бутсов Тревел И Продолжают Своего оппонента Давить Левиафаны Полезные артефакты Про Нендерлорде Тоже появляются Это Какое-то хотя бы Какая-то возможность Не умирать Под фонтаном От прокастов Которые по тебе дают С тикающим уроном Ну реально Потому что там Если под Вейлом Закинуть Гель Ульту Веномансера Еще пару тычек С Пойзен Стинга Плюс Раскастуют еще Например Долбриз Джакира И даже К Ликвид Фаером Ну ты там вот так Вот и будешь отъезжать Даже на базе Ну и Веномансер Топ 2 на Творца Но первый Что самое интересное По-прежнему Омник Работает хорошо Мидос Омник хочет себе Лотусорб Против чего тут Лотусорб Но в первую очередь Можно снимать треки Как вариант Можно снимать Сайланс Что тоже важно Вот наверное Основное Предназначение Этого артефакта Для Омни Найн Ну и на пятом месте На пятом месте По Нетворцу Находится сейчас Артизи Да понятное дело Что тут не очень Большие промежутки Между всеми персонажами Опять же От первого места Отделяют 1300 всего Это немного Немножко Не поделили Один проход В Блицах Сайл Артизи Ну под фарм В принципе Теперь уже Более приятный Потому что Можно вот так вот Сплетить Теперь можно Вот так вот Сплетить Спокойненько Перемещаться Ты много урона Наносишь через Райт клик С учетом того Что у тебя есть Майлсторм Так что Под магнатик Филдом Еще Приятненько Все Так что Теперь должен Потихонечку Артизи Подниматься В таблице Нетворцев Ну тут контроль Тарашана Пока что Почему именно Контроль Тарашана Потому что Никаких Больше Вариантов Куда-то Выбраться У левиафанов Особо нету Они либо Идут и просто Дерутся Где-то Ну просто Дерутся Просто чтобы Подраться Чтобы победить В драке Почувствовать Силу И пойти дальше Уже на хайграунд Либо сразу Идут на хайграунд Что первое Что второе Страшно Потому что У тебя вроде Преимущество То есть неплохое Для 23 минуты Это около 6-7 тысяч Но если ты Драку проигрываешь То серьезный Камбэк совершает Противник Ну и тут Наверное На сталкере В какой-то момент Нужно гем Тоже поднять Нишай Нет пока Мог бы тут Попробовать найти Пак Было бы Очень неприятно Ну пока Просто Ожидает Аршад Подфармливает Урса Там Дизолька Кстати Скоро будет На сами бое А с Дизолятором Урса Будет Вообще Не щадить Никого А тут Пак Пак показался На линии Урса Прыгает По паку У того Нету Арбы Есть Даггер Через 2 секунды Видят его Даггер уже Нельзя использовать Но он Пересидит Все это время В шифте Пересидит Все это время В шифте Уйдет На арбе Дримкойл Ни по кому Не попадает Ну просто Чтобы вот Пожалуйста Не бейте Только Только Пустите Рошан Появился Будут ли Левиафаны Сейчас прожимать Какой-то смог Для того Чтобы сначала Совершить минус А потом И идти на Рошана Ну судя по тому Что самим бой Уже начинает Наваливать По лицу Комнеголовому Вряд ли Успеет ли сюда Как-то переместиться Evil Genius Могут Но не нужно Потому что Нету Дримкойла Без Дримкойла Драться Я думаю Что тоже Не хотят И получается Такая ситуация Что сырный Рошан Достается Левиафанам Просто на халяву При этом Даже вышки Никакой не снесено Здесь Возможно Упадет Т1 Но это всего Лишь второе Строение И как же Левиафаны Сейчас Хорошо Себя чувствуют Они Могут Попытаться Реально Зайти на ХГ А если Они кого-то Еще заберут Перед этим То это Будет Совсем Шикарно Видит Артизи А если Чем-то Чем-то Да Это провал Ладно Есть байбэк Это еще Не так страшно Есть байбэк Но теперь Уж точно Все взоры Команды Левиафан Направлены Вот куда-то Вот сюда Вот И дизольку Притаскивает себе Урса Урса очень страшный Следующим артефактом Будет БКБ Понятное дело Но крипы По нижней линии Уже близки Близки к ХГ Тут правда Нужно Наверное Перетянуться Также еще Найд Сталкеру С Джекиросом Понятное дело Что они хотели Еще и мид подтянуть Но тут Урса прыгает Тут же Глимс А Глимса А-то уже нету А Глимса А-то теперь Уже нету Питов Мелис Просто зонящий И одновременно Фьер ставит Тоже Собственное Собственную Темницу Было близко Кстати Прыгнули Минус Фьер А что ты сделаешь Урсе под Лотусом Ничего Заход на хайграунд Начинают наваливать Плагварды Самибой Заходит Тоже потыкивает Немножко по вышке В очередной распрыжок От пака Тому нужно быть аккуратным Если его разочек Подцепят на Сайленсе То он там останется Прыгнул Минус Крит Нет Ладно Хорошо Просветкой Не дотянули Судя по всему По Моди Хантеру Но на хайграунд Зашли Уже основательно Зашли на хайграунд Здесь прыгает Вак Урса нужно убивать Два раза Два раза нужно убивать Урсу Первый раз Пак Баш Минус Нужно байбекаться И Сумайл байбекаться Тут же отход Тут же отход В принципе ничего не надо Все сделали Что хотели Минус Т3 Развели на байбек Но тут же вернулись Тут же вернулись Нашли пака Пак еще один сайленс И как же Можно его сейчас убить Да хорошо Но проказ шикарный от фигера Надо добирать Пака Пака Минус Нет Спрятался На 20 х поспрятался И тайминг Нет Немножко не по таймингу Заметели скиллы Ушел пак Но было очень близко В итоге минус 2 Скорее всего будет Как же они Жестко катаются Ну понятное дело Что тут и ЕГ ошибаются Очень много ошибаются ЕГ Минус На баунти хантер И СПАС по двоим Попытка убить дизраптора Минус дизраптор Ну тут Урса просто идет И наваливает Урса идет и наваливает Выкуп от баунти хантера Попытка будет забрать Хотя бы Урсу нужно два раза Первый раз есть Минус первая сторона И Надо Питов Мелис Класс нету Питов Мелиса Нужно пытаться Съявить Урсу Теперь Урса Есть ли там Какие-то фарстафы Ну на всякий случай Можно было Здесь Криты поцепили Крит после байбека Нельзя ему умирать Вообще нельзя ему умирать Дримкоил ставится По четвери Неплохо Раскоставался здесь Также и Джакирос Можно попробовать Забрать хотя бы кого-нибудь Джакир в итоге Отправляется в таверну Прыгают дальше Пытаются убить Наверное Можно было пытаться Убить Омни Найт Но страшно Сыр-то был хотя бы Использован Сырочек Да Сыр видимо тоже съели Не увидел я В какой момент Вроде ни у кого Его нет Ну и графики Посмотрите Что с графиками Они прям рвутся вниз Да Сейчас Тяжелые времена Настают Для Evil Geniuses Понятное дело Что без Эгиды Левиафан Наверное Не будут рваться Вот прям сейчас Идти дальше Идти пушить Но все-таки Немножко страшно Там можно Получить Но тут У Найт Сталкера Уже Аганим Буквально через Какие-то жалкие С небольшим голды Он зафармит Вот этот стак И у него будет Аганим Это очень много Это очень хороший артефакт А вместе с Аганимом И гем появится И тогда Баунти Хантер Будет уже Намного более неприятно Он как-то Не сможет Скаутить Не сможет Давать информации Много Вардов Будет намного Меньше У Evil Geniuses Пока Решают Немножко Снизить Плотность Шрайнов На стороне Команды Сил Света Левиафаны Тут Пак Что хочет Пак Убить Найт Сталкера Да нет Так не работает Пак прыгнул по двоим Ушел Просто линию подпушивает Судя по всему Просто чтобы Не было Две линии У Врат Сил Света Вот Джекирос Тот самый Джекирос Который вот бесполезный В самом Начале Ну в смысле он полезный В самом начале Потому что он сильный Как персонаж Но у него нет никаких артефактов Но здесь за счет того Что команда в целом Доминирует Джекира В принципе чувствует себя Очень неплохо Да у него по прежнему Нет артефактов Но он Полезен Урса Хочет себе Диффуза дальше Тут попытка убить БХ Ну и Есть ли просветка Есть просветка БХ 100 хп 80 Будет ли догорать Войд Там хватит Войд Да есть Войд Минус На топе Пак Ну тут Пак Никак Вообще Никак Нечему Затыкать И В принципе Просто здесь будет Сумайл Крепскипить И не давать Дальше толкать линию Хотя С катапультой Некоторые проблемы Должны быть Много времени Должен тратить Для того Чтобы забрать Катафалк Пока перемещение На верхний шрайн Почему бы И его тоже Не развалить Ну этот вижен Конечно Людейший Ночной вижен Но Найсталкер с Аганимом Он теперь уже И с гемом Там Скоро Солар крест Появится И не мешает Прямо Теперь может Скаутить Все леса Находить там Пытаться Кого-то В первую очередь Пака Да Очень неприятно Получается Все это конечно Для Вилджиниус И по верхней линии Судя по всему Будет дальнейшая Агрессия От Левиафан Порошану Ближайший таймер Который мы узнаем Через полторы минутки Пока Наверное Стоит еще и шрайн Забрать Чтобы не было Возможности У оппонентов Как-то В спину вам зайти Ну и да Шрайн долго не живет В миде Сплитпушит Сумаил Сумаила Кстати нету ТП Так На секундочку На секундочку У Сумаила Нет ТП И он вынужден Идти Пешком Сюда Ужас какой Он кстати Может попробовать Зайти конечно В спину Как-то Питов Мелис Очередной Магнетик Филд Пытается что-то сделать Здесь засайнутили Иллюзию Арквардена Ну темп из дабл Арквардена Пак уже на базе Пак уже на базе Здесь прыгает Попытка быстро убить Андерлорда Мгновенный минус Мгновенный минус Но тут правда Развалили еще и Джеки Роса Андерлорд выкупается Нужно отойти Ненадолго Кого-то вернули Вернули сами боя Но тот под лотус орбом Его форстафят Тут же ульта от Умни Найта Не очень хороший прокаст Получился от Дизраптора Развультился здесь БСД Немножко отогнать Можно противников Но все еще стоит Даже вышка Даже вышка Все еще стоит Умни Найт Ульта подключилась Найт Сталкера Ну Так вот В принципе Байбэк-то потратили Evil Geniuses А что по Рошану? А Рошан очень быстрый Тайминг воскрешения получил Буквально Секунд 30-40 И появится Камнеголовый И если На нем не получится Подраться у Evil Geniuses То Если безошибочно Будет продолжать действовать Левиафан Это будет потеря Второй стороны Очень тяжелая Сейчас конечно Ситуация ЛГ Омни Найт Решил все-таки Выходить В Radiance Познахвата Немножко Но почему бы и не Потому что там Все-таки уже И Аркварден Начинает с руки Настреливать Знатно И против него Radiance Будет работать Очень неплохо Решили отойти А почему решили отойти? А кого ждут? Vision от команды Левиафан Не, ну там Что-то разваливается Ну и точно ЕГЭ понимают Где противник Вот прям Точно понимают Пошел Скаутить Баунтихан День на дворе Поэтому В принципе Не так страшно Наверное Там это Гидку надо забрать Самибой подобрал Аегис У кого сыр С Иру Виномансера Ну и толкать Линию И Крит А где Гем Гем не там Гем не там Геннадо Крит Понимает Где находится Противник Но что он может Сделать Вот если он Курицу подрежет То это будет Супер круто В курьере Правда ничего Серьезного Нету Но опять же Почему бы и нет Очень хотят Поймать здесь Кого-то Но нет тут никого Ну то есть Понимает ли Я фан и что скорее всего Там может быть Пак Который Клип скипит И опять не пустит На хайграунд Нормально Но нет Пак уже находится На собственном ХГ В смоках В надежде Что получится Как-то выиграть Драку Крипочки Крипочки Паш по андерлорду Андерлорд Минус У него нет Байбека Здесь прокаст Неплохой получился От пака И дезераптора Но не хватает Пока урона Начинает продолжать Там разваливать Урса Пока что теряет Только эгиду Тут уже минус Пак Пак тоже без Байбека И просто можно Ломать сторону Просто спокойно Не обращая внимания Особо на противника Которые в принципе Дамажить особо не могут Можно ломать сторону Есть еще Аркварден Да Аркварден делает боль Аркварден делает печально Больно неприятно Но опять же На него можно Не обращать внимания Здесь необходимое Количество подхила Имеется Это минус вторая сторона От Левиафана Можно переходить На третью Пака то нету Пак то без Байбека Он Максил догон Как же это неприятно И все идет к тому Что эгиду Просто Проиграют сейчас Зачем им драться Ладно Поцепили иллюзию Аркварден Но это не страшно Страшно что нет бараков Хорошо Джекироса убили Это тоже не страшно Глиф заканчивается И Урса Уже без эгиды Но он Разрушит Строение Скорее всего Утсор Очень вовремя На Урсу Мега крипы И просто отходят 22 тысячи преимущества Мега крипы Есть чем защищаться От мега крипов Опять же Аркварден С таким закупом Который у него сейчас имеется Может это делать Без особых проблем Чуть ли не в соло Проблема в том что Да ГГВП Проблема в том что Как только с этими Мега крипами Зайдут еще и левиафаны То на этом все закончится И это абсолютно четко понимают Сейчас Evil Geniuses И вот такая вот Неожиданная развязка Всего Проблема в том что Проблема в том что